«Молодые березки» на фоне осеннего пейзажа. Эту картину написала врач Инна Сизенцева. Женщина любит рисовать в свободное время, а теперь решила вложить душу не только в искусство, но и в благое дело. Деньги от продажи работы пойдут в помощь нашим солдатам. Благотворительность – это очень благородно, она тоже звучит благородно. И такие времена, когда мы все как-то немножко хотим хоть как-то поучаствовать и все-таки приблизить этот день. Тем более я понимаю, насколько тяжело приходится этим мальчикам, которые сражаются там за нас в том числе. Какие бы ни были цели у этой войны, но это наши люди, это наши мужчины. И этот, собственно, скромный вклад я бы хотела внести в дело более скорой победы. Работы интересные и выполнены в разных стилях. Среди них представлены и подделки из дерева. Например, эти веселые мишки с гармошкой творений рук Владимира Иманбаева. Идет поддержка наших ребят. Хоть какой-то вклад. Мне сам уже 65, я сам не могу участвовать. Вот так я помогу маленьким ребятам. Организовали выставку-аукцион местные художники при поддержке городского музея. Так они решили поддержать акцию «Подарим тепло героям Нижнекамска». А все вырученные средства от продажи картин направить на закупку амуниции для бойцов. Художник должен быть полезным. Особенно сейчас, в наше непростое время. И эта идея сплотить художников появилась у меня в прошлом году. Ну, и потихонечку я ее как бы обдумывал. Советовался Лилия Альбертовна с директором музея. И мы, это нашло выражение вот в этой выставке. Даже те художники, которые работают где-то финансистами, врачами, они тоже художники в свободное время. Они уже на своих работах занимаются, и тем не менее, они принесли свои работы, чтобы показать свою позицию как художника. Кстати, это первое подобное мероприятие в Татарстане. В нем приняли участие порядка 30 человек. Это профессионалы своего дела и художники-любители. Все вырученные деньги мы передаем фонд Добро НКРФ для закупки теплых костюмов для наших ребят СВО. Вот. Что еще? Очень волнительно это все. И то, что вот и сегодня люди пришли, и звонки раздаются, и уже была продана картина одна по самой дорогой цене за 15 тысяч рублей. Те же работы, которые не найдут своих покупателей, будут подарены волонтерам, помогающим нашим солдатам. Выставка будет работать до 10 февраля. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.